Я-то думал, вы еще на перинах нежитесь. Вот Россия сама встает рано, да и других будет. Сегодня его многие знают как отца Шерлока Холмса и речь совсем не о Конан Дойле. А ведь в свое время Борис Ливанов был настолько знаменит, что не рабил даже перед великим вождем и отцом народов. Сталин с ним мог по часу беседовать, на банкетах всех бросал, хохотал. То есть тот ему рассказывал анекдоты, никогда ничего для себя не просил. Вплоть до того, что они шутили на очень острые темы. Очень известная история, когда Сталин сказал, ну вы такой мыслящий, с вами так интересно. А кстати, а почему вы до сих пор не в нашей партии? На что он ответил без паузы, ответил тут же, что ну а что, я так привык любить свои недостатки. И все, и Сталину стало смешно. В 1904 году в семье актера Николая Ливанова родился сын Боря. На юность мальчика выпали революция и гражданская война. И он просто не мог остаться в стороне. В 1920 году 16-летний Борис ушел добровольцем на борьбу с басмачами. Однако через год обман раскрыли и отправили мальчика назад в Москву. А если бы он был чуть постарше, какая судьба у него могла быть? Может быть, он в жизни стал бы большевиком Гочаровым, которого впоследствии сыграл в кино. Многие здесь по недоразумению и будут преданными работниками советской власти. Ну а злостных прошу меня не нервировать. Так что, пожалуйста, прошу вас поднимать. Но случилось то, что случилось. Борис Николаевич поступил в четвертую студию художественного театра. И по ее окончании получил от Немировича Данченко приглашение в Амхат. Здесь он сыграл свои лучшие роли. А его ноздрев стал классикой актерского мастерства. Знаменитый спектакль был экранизирован. Значит, ты отказываешься играть со мной в шашу? Если бы ты играл как прилично честному человеку, но теперь могу. Сейчас я тебя буду бить. Потери, бабушка! Знаете, как Борис Ливанов работал над каждой своей ролью? Он рисовал ее. Во время чтения пьесы на репетициях в его руках всегда были карандаш и лист бумаги. Когда он собирал, у него скапливалось много материала, набросков, и он дома уже садился делать окончательный такой, собирательный рисунок. Какое-то неуловимое движение брови, улыбка какая-то. И он становился чем-то неуловимо похож на этого человека. Этим он заразил и сына Василия, который оживил многих героев мультипликаций. И опыт рисунков отца очень для этого пригодился. Сын так увлекся анимацией и очень тоже полюбил рисованных человечков или кукольных героев. И действительно неизвестно, где даже больше слава Василия Ливанова в кино или в анимации, в мультипликации. Потому что он такое количество придумал и персонажей. Он для детей сделал просто целую индустрию. Один крокодилген до сих пор работает как. Мы что, костер будем разводить? Да нет, мы будем строить детскую площадку. Сыну однажды посчастливилось сыграть со своим знаменитым отцом в кино. Причем играли они тоже отца и сына. Я не могу думать о других. Моя жизнь заполнена одной слепотой и вашей жалостью. Вам меня не понять. Не стану спорить. Но скажу только одно. Человек не должен мириться с несчастьем. Борис Ливанов был не только хорошим отцом, помогавшим сыну, актеру с советами, но и прекрасным режиссером-постановщиком. Но это представить невозможно, что он сам поставил братья Карамазовы и сыграл Митю. Причем уже в таком возрасте зрелом, я бы сказал. Поэтому, когда в 1970 году прошел слух, что он станет новым худруком МХАТа, Борис Николаевич был окрылен, уехал отдыхать на юг. А когда вернулся, это место было уже занято. Когда пришел Ефремов, а для него это был удар, потому что он был в отпуске, он вообще не знал, что пришел новый художественный руководитель. Он пришел на работу, Ливанов, и обалдел от того, что не ему предложили. Ливанов развернулся и вышел из МХАТа и больше туда не вернулся. Как, по-твоему, умру я? Не может этого быть. Почему? Не верю. Нет, брат. Дело мое плохо. Очень плохо. Ровно через два года он умер. Мэтру сцены было 68. Жить без театра он не мог. А вернуться туда не позволяла гордость. Ливанов прослужил в МХАТе более 40 лет. Исполнил множество ролей, ставил спектакли, даже сам создавал декорации для сцены. Без этих кулис он заболел, много времени проводил в больницах, перенес операцию на сердце, которая была всегда там, в Камергерском переулке, в родном театре. А в кино он нам оставил образы выдающихся личностей. И сыграл их так, как только он и умел делать правдиво и выразительно. Ну, счастливой дороги вам, молодые профессоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова